Девушки отдыхают В гостях Иван Черкашин, юрист. С ним мы и поговорим о порядке вручения повестки. Здравствуйте, Иван. Здравствуйте. Итак, начнем с того, каких видов вообще бывают повестки. Расскажите нам. Ну, следует сразу сказать, что сам факт получения человеком повестки из военкомата не означает автоматическую мобилизацию, что уже необходимо брать вещи и на следующее утро ехать в зону боевых действий. То есть не так уж они и страшны. То есть повестки рассылаются, скажем так, первая стадия или первый вид повесток, когда вызывают призывников и всех военнообязанных для уточнения личных данных. Уточнение личных данных, уточняется семейное положение, уточняется наличие оснований для отсрочки. Возможно, какие-то появились у человека основания, родились дети, либо, ну, не дай бог, какие-то там увечья, еще что-то. Одним словом, уточняются данные. Второе – это вызов для прохождения военно-медицинской комиссии. Проводится комиссия состояния медицинского призывника и определяется годен-негоден для прохождения уже службы. Ну, и третий вид повестки – это уже непосредственно вызов на какое-то конкретное время с вещами для, скажем так, поездки уже в зону, не в зону, а в место расположения воинской части, в которой будет проходить сонесение этой уже воинской службы. Скажите, а вот повестки, которые выручают срочникам и повестки, которые выручают людям, подлежащим мобилизации, они одинаковые? По форме. По форме они не отличаются, но по сути, конечно же, отличаются. Потому что повестка о призыве на срочную воинскую службу – это касается лиц, которые ранее не служили и у которых возраст от 20 до 27 лет на сегодняшний день. А повестка о мобилизации и призыве на мобилизацию – это уже согласно другого закона, закона про мобилизационную подготовку и мобилизацию лицам, которые старше 27 лет. Итак, кто имеет право вручать повестку тем, кто подлежит мобилизации? Ну, следует сразу сказать, что какого-то конкретного детального порядка вручения повесток лицам, подлежащих призыву на мобилизацию, не принято, не разработано. А чем руководствуется тогда вообще? Чем руководствуется? Ну, опять-таки, разные версии слышал от военкомов. Некоторые говорят, что не запрещено, разрешено. Некоторые руководствуются просто законом о мобилизации, мобилизационной подготовке, где просто написано, что производится призыв и все. А уже механизмы этого призыва военкомы определяют сами, механизмы вручения повесток. Как юрист могу сказать, что существует порядок вручения повесток для призыва на срочную воинскую службу, утвержденный постановлением Каминета Министров от 2002 года еще. Там говорится, что вручаются повестки через жилищно-эксплуатационные организации, через поселковые, сельские советы, через предприятия, организации всех форм собственности, то есть по месту работы. Также оповещение производится через СМИ. Вот, в принципе, перечень тех, кто имеет право. Но это, опять-таки, срочников. Поскольку для мобилизационной подготовки и мобилизации не предусмотрено такого положения, то тут существует два мнения. Первое мнение – это пользоваться тем же порядком по аналогии закона, потому что существует такое положение в законодательстве Украины, что если какая-то норма закона не урегулировала определенные правоотношения, то применяется аналогичная норма в аналогичных правоотношениях. То есть, естественно, призыв на срочную воинскую службу и на мобилизацию – это очень близкие два понятия. И там, и там это явка в военкомат, и там, и там военнообязанные. Единственное, отличается цель их призыва. А кто должен вручать повестку людям, подлежащим мобилизации? Ну, опять-таки, повторюсь, если применять аналогию закона из порядка по призыву на срочную службу, то там это жилищно-эксплуатационные организации, там это военные комиссариаты. Хорошо, сейчас обходят по домам представители военкомата с правоохранителями, останавливают городской транспорт, на рынках вручают повестки. Ну, сразу скажу, вручение по месту жительства – это наиболее еще цивилизованный метод. На блокпостах? Да, я как юрист не вижу противоречий, если человеку приходят по его месту жительства, стучатся в дверь, комиссия в составе минимум трех человек на случай отказа от вручения повестки и вручают повестку. Это нормально, это цивилизованный метод. Что касается вручения в общественном транспорте, в блокпостах, конечно, есть своего рода разночтение или возражение у юристов, и у меня в том числе. Ну, одно из возражений – это человек должен получить повестку, которая выписана лично ему от его районного либо городского комиссариата. Если человек останавливает где-то в другой области, либо непрописанного вообще в этом районе, тут же выписывают на коленках ему повестку, вписывая его фамилию из прав водительских, либо просто по… А если человек остановили, просит предъявить документы, у него с собой нет документов, тогда вот как? Ну, опять-таки, на практике как происходит? Спрашивают фамилию, имя, отчество, дату рождения и адрес прописки. Связаться органы правоохранительные могут со своим отделом проверить, совпадают ли эти данные, если не совпадают. И они могут выписать повестку, да? Да, ну, они, скажем так, выписывают повестки. Другой вопрос, что законность этого, естественно, можно ставить под сомнение. Такого вручения повестки. То есть в последнее время к вам обращаются больше людей? Ну, наверное, с четвертой волны уже стали обращаться чаще и больше именно по вопросам некорректного какого-то поведения или вручения. До заполнения повесток, да? И до заполнения повесток. И каких-то агрессивных прямо-таки действий, когда останавливают на улице, везут там, устанавливают личность, везут либо в райотдел, если человек отказывается назвать свои фамилии, имя, отчество для вручения повестки. Хорошо, а если повестку обнаружил человек у себя в дверях или в почтовом ящике? Ну, прямо скажу, что это уже остается на совесть данного человека. То есть если он получил повестку, прочел и считает своим долгом все равно, поскольку он уведомлен, явится. Но, опять-таки, доказательства вручения, конечно же, нет. То есть если записка торчит в двери, в ящике, передали через соседей, ну, то есть любым образом... А если передали через соседей или, например, родственник открыл квартиру, взял повестку и расписался, как тогда быть? Это тоже не является надлежащим уведомлением. Надлежащим уведомлением могут быть два варианта. Первый вариант – это вручение под личную подпись, понятно. Второй вариант – если лицо, которое уведомляется, отказывается от подписи. Во-первых, ему зачитывается содержание повестки, на какую дату он вызывается, время. И составляется акт об отказе от подписи комиссии в составе минимум трех человек. Вот такой акт. Иногда еще проводится для этого фото-видео фиксация этого процесса. Да, вот только хотелось спросить, как доказать потом в суде, что это не ты расписался на повестке, и что ты был не в курсе о том, что тебе надо было явиться в инкомат. Что касается подписи, то есть подчерковическая экспертиза, если уже дойдет дело до суда, до уголовного разбирательства. Ее можно будет провести в рамках этого дела. А что касается акта, составленного об отказе от подписи, он тоже имеет юридическую силу. Там будут вызваны вот эти три человека в суд давать показания, что они действительно зачитывали призывнику данной повестки, где это происходило. То есть, опять-таки, по моему мнению, если это будет на улице, легко говорить о том, что это лицо не является, допустим, тем, кого действительно вызывали. Почему? Потому что провести экспертизу даже видеозаписи, аудиозаписи, это достаточно проблематично. То есть, доказать, что этот человек просто похож на вас, или он является этим лицом, это в рамках существующей техники достаточно легко. Ну, и фотомонтаж, и что угодно. То есть, любые могут быть манипуляции с видеозаписями. Поэтому доказать то, что человек получил повестку, ну, стопроцентное доказательство, это его собственноручная подпись. Все остальное, это, скажем так, будет доказываться в суде в совокупности всех факторов. И показаний свидетельских, и фото-видео фиксации, если такого делалось. То есть, повестка ожидать может где угодно, в любом месте получается так, и это не противозаконно, по сути, да? Скажем так, это нигде не запрещено прямо законом. То есть, нигде не запрещено вручать человеку на улице. Ну, именно об этом и говорят военкомы, что вручаем всеми доступными способами, потому что на военкоматы возложено обязательство выполнить план и уведомить такое-то количество призывников. Спасибо вам большое. Напомню, что у нас в гостях был Иван Черкашин, юрист. Защищайте свои права, ну и соблюдайте свои обязанности. Всего хорошего.